Я должен с вами обсудить последнее заявление Дональда Трампа, для того, чтобы вы помогли нашим зрителям объяснить, на кого оно рассчитано. Экс-президент Соединенных Штатов наконец-то объяснил в общих чертах, хотя бы что он имеет в виду, когда говорит, что закончит эту войну за 24 часа. Он сказал, что поговорить с президентом Зеленским и диктатором России Путиным. Ну, диктатором это я от себя добавил, президентом России Путиным. И он сказал, что я скажу Путину, цитата, если вы не заключите соглашение, то мы дадим Украине очень много, мы дадим Украине больше, чем она когда-либо получала, если придется. Но в то же время я скажу президенту Украины, хватит, вы должны заключить соглашение. Конец цитаты. На кого, во-первых, как вы считаете, рассчитаны, да, вот эти объяснения Трампа о том, как он будет заканчивать войну? И не более ли уже звучит какая-то риторика такая агрессивная в сторону России? Ведь, ну, вот этот тезис прозвучал, что если Путин не захочет заключать соглашение, правда, непонятно, на чьих условия, то Америка даст Украине даже больше, чем раньше. Знаете, я мог бы сейчас просто сказать, не слушайте Трампа, он не президент США, вот когда станет президентом США, вот тогда и будете слушать его. А до этого времени, как у нас говорят в Азербайджане, или под шаг умрет, или из шаг умрет. А времени достаточно еще для того, чтобы завершить эту войну. Это первое. Можно было так сказать. Ну, Кулюш, вы задали этот вопрос. Из уважения, опять же, к вам и к вашему каналу, я вкратце отвечу. И потрачу драгоценное время наших зрителей на это. Потому что это, на самом деле, на такие вопросы отвечать не надо. Их не нужно вообще бросать в информационное поле, на самом деле. Дело в том, что вы сейчас прочитали эту цитату. Надо было добавить к этой цитате все то, что он до этого говорил. Потому что там ключевая фраза не российская часть, а украинская часть. Я сказал бы Зеленскому, заключайте сделку. А какую сделку? И на каких условиях? Он это до этого тысячу раз озвучивал. Именно пойти на компромисс с оккупированными территориями. Он это говорил. Вот о какой сделке он говорил. Он не говорил о том, что до 1991 года и Крым, и Донбасс возвращаются в Украину. Тогда, извиняюсь, в чем тогда разница между позицией президента Зеленского и того же Трампа? И когда Трамп был президентом. То есть в этом плане он это говорил. На это кто-нибудь в Украине пойдет? Нет. А зачем это озвучивать? А он поэтому эту фразу не озвучивает. Потому что он же до этого уже тысячу раз это говорил. Несколько месяцев назад. За время этой войны несколько раз он это озвучил. И естественно, а вторая фраза звучит вроде бы жестоко. То есть я тогда заставлю, а Путин наоборот согласится. Если он говорит, что я с Зеленским договорился, и Крым и Донбасс остаются за Россией. Извиняюсь, а почему он не согласится? Он именно это его и хочет. Поэтому эта вторая часть, это вторая часть, это просто болтология. То есть в этом, поэтому просто надо расшифровать. Здесь надо уточняющие вопросы задавать. Что он имел в виду? Вот вы говорите, на каких условиях? Он эти условия уже до этого озвучивал. Поэтому мы знаем позицию президента Трампа, экс-президента Трампа. То есть который полностью озвучивает российские нарративы. И слава богу, он сегодня не президент. Я очень надеюсь на то, что он не будет президентом через год. Хотя бы до того, как сменится или останется кто-то в Белом доме, нужно решить эту проблему здесь и сейчас. И поэтому, исходя из этого, что он не влияет сегодня на принятие решений, он не имеет никакого отношения к центру принятия решений, он просто влияет на информационное поле. И здесь в Америке, естественно, это ретранслирует по всему миру. Генри Киссинджер, ему 100 лет. Он не имеет никакого отношения. Ну вот видите, Генри Киссинджер что-нибудь ляпнет, куда-нибудь поедет, что-нибудь скажет. Моментально посмотрите, как это ретранслируется. А почему это делается? Да потому что это делают все те, кто спонсирует его воежи, спонсирует вот эти его выступления. Он за деньги все это делает, однозначно. Трамп тоже из этой же категории. Мы же знаем, чем он занимался 4 года. Я был в этой стране, я гражданин этой страны. Я знаю его взгляды на жизнь, его взгляды на внутриполитическую жизнь Америки и на внешнеполитическую. Меня внутриполитическая жизнь так сильно не волнует, так скажем. У меня проблем нет ни с демократами, ни с республиканцами. И моя жизнь от них не зависит. Ни от демократов, ни от республиканцев. Понимаете? Это моя личная позиция. Мне так повезло, я сумел это сделать. Может быть, другим как-то здесь по-другому это кажется. Поэтому они поддерживают или тех, или других. А я не поддерживаю ни тех, ни других. Я вообще на выборы не ходил. Последний раз голосовал за Маккейна, покойного. Я его лично знал. Мужик такой жесткий, как положено. Он мне лично помог. Поэтому, к сожалению, я голосовал за него, но победил Барак Обама. И все, с тех пор я на выборы не ходил. Потому что мне не устраивал никто. Ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон, ни Дональд Трамп, ни Джо Байден. Это совершенно не те кандидатуры. И плюс они не все не в том возрасте, если на то пошло. Но Барак Обама был молодой. Но, опять же, это не тот политик был. Потому что в этой ситуации, в условиях этих рисков, геополитических процессов, нужен именно тот мужик, как Рейган. Или женщина, как Рейган. Да, Маргарет Тэтчер, железный лезь. Харизматичные лидеры нужны. Для того, чтобы вот этим вызовом, которые идут с Кремля, надо на них отвечать. К сожалению, де ладей, чем Берлин. Что в Европе, что здесь. И поэтому это внутриполитическое. А внешнеполитические, это тоже видно, интересы того же Трампа. Он же начал свой первый ваяж. Он в Саудовскую Аравию поехал. В Саудовскую Аравию поехал. И обнимался, целовался с кем? Кром принцем Бен Салманом. Который до этого дал команду зарезать корреспондента Вашингтон-Пост журналиста Хашоги. Это же сделал Кром принц. И все. И Америка вся была возмущена. И президент этой страны едет туда, закрывает глаза на это. И заключает контракт на более 100 миллиардов долларов. Поставку. То есть он это для Америки хорошо. Америка поставляет туда оружие. Они оплачивают это все. Значит, он продал эту жизнь этого журналиста за 100 миллиардов. А где же принципы? А где же американские ценности? А где freedom is not free? Как это стыкуется с нашими ценностями? Значит, это все лицемерие. Вот это что делал он? То есть он занимался бизнесом. Вот что такое администрация Трампа на тот момент. Может быть, это хорошо для внутренней политики? Внутри своей стороны там когда? Ну, это один вопрос. Но для внешней политики это хорошо или плохо? Это очень плохо. Потому что если мы начинаем там не защищать эти ценности, мы будем получать все то, что мы сегодня видим. Мы будем получать монстра в Кремле. Мы будем видеть Саакашвили в тюрьме. И мы будем видеть Грузию, которая прозападной, стала пророссийской. То есть мы это будем видеть. Я уже не говорю все другие процессы, которые происходят сегодня. И мы видим вот эту полномасштабную предтечу Третьей мировой войны. Поэтому, естественно, виноваты в этом не только демократы, которые начали это. Я имею в виду, если мы говорим о Крыме и Донбассе. А до этого виноваты были республиканцы. Джордж Буш отец, потом Клинт там продолжил, потом младший сын Буша это начал сделать. То есть это все. Каждый из них предложил достаточно свою руку в этом. И поэтому сегодня, например, у того же Байдена есть возможность исправить эти исторические ошибки. Тем более он был в этой администрации, Бараку Обаму. У него есть исторический шанс. Сможет он с этим справиться или нет? Не знаю. Но я очень хотел бы, чтобы он это сделал. Сделает это он? Однозначно пойду за него проголосую. Пойду никогда в мыслях даже за него голосать. Потому что тот, кто обеспечит победу Украины, тот обеспечит мир для планеты. Он обеспечит мир и для Соединенных Штатов Америки в том числе. Для моего родного Азербайджана в том числе. И для Грузии, и для Армении, и для Молдовы, и для Беларуси. То есть это однозначно. Это надо понимать. И в этом роль лидера планеты, если Соединенные Штаты на эту роль претендует. Не жандарма, а лидера. Мы же все-таки лидеры и в нравственном плане хотим. Говорим борьба демократии, автократии. Но это же Филькина грамотно получается. Так мы должны защищать эти интересы или нет? Трамп не тот человек, кто защищает эти интересы. Байден вроде бы их озвучивает. Но ты пока же не озвучивай. От слов переходи к делу. Ты наоборот их защищай. Ты тоже не так сильно защищал все эти годы. А сегодня у тебя есть возможность. И вот ты не так сильно защищал. Вот мы пришли к тому, что мы пришли. Поэтому вот я так ответил бы на этот вопрос. Ну а если я серьезно? Чем меньше вы будете цитировать Трампа, тем лучше для вашего информационного поля. Пускай... Значит про поездку Киссинджера в Китай у вас не спрашивают. Двигаемся дальше. Не будем засорять и тратить время наших зрителей. Хорошо. Конечно же, одна из топ-тем продления зерновой сделки. Господин Юнус, вы как человек, который и любите Турцию, и разбираетесь и во внутренней политике, и в роли Турции в геополитическом пространстве. Хотел бы, конечно, с вами поговорить о участии, значит, и Эрдогана в этом процессе. Нашим зрителям давайте в двух предложениях напомню. Значит, лидер Турции Эрдоган заявил, что зерновая сделка будет топ-тема его переговоров с Путиным, когда Путин приедет в Турцию в августе. По словам Эрдогана, приоритетный вопрос это, потому что прекращение черноморской инициативы вывоза украинского зерна приведет в том числе к росту на продовольствие цен в общем-то в мире. И однако в это же время Эрдоган призвал Запад принять некоторые меры, цитирую, связанные с ожиданием Российской Федерации. То есть пойти, вероятно, ну как я трактую это, пойти на какие-то уступки для Российской Федерации. Получится ли, как по вашему мнению, у лидера Турции, ну давайте таким молодежным сленгом разрулить в общем-то эту проблему, которая возникла сейчас по вине российского диктата? Ну здесь надо точно понимать, в чем проблема вот в этой тематике. Потому что если мы точно поймем, вот как вот больной его препарирует, надо посмотреть, что там внутри, какая болезнь. И точно когда ты уже знаешь, после этого ты уже можешь понимать, а то он приходит и говорит, у меня болит. А как болит? Или надо рентген проводить, сити с кем проводить, экс-рей проводить, много чего-то проводить, или же надо вскрывать и посмотреть, что там внутри находится. Поэтому давайте мы вскроем эту тему, и тогда нам будет легче ответить вот на этот полномасштабный ваш вопрос. Ситуация состоит из трех пунктов. Вот это зерновая сделка. Первое, это отгрузка, это в портах, я имею в виду, Одесса, Николаев, вот где это все происходит. Вот то, что бомбит сегодня Россия. Полномасштабно, каждый божий день. Да, Россия, я действительно нашим зрителям скажу, попадает в зерновые хранилища и метит по ним. Они говорят, что не специально, однако прям раз за разом целью выбирают именно вот эти как раз зерновые ангары. Они этого не делали до этого, так вот целенаправленно каждый божий день. Это произошло сразу же после того, как Россия вышла из зерновой сделки. И почему это делалось? Потому что зерновая сделка состоит из трех компонентов. Первая вот это порты, отгрузка. Вторая это конвой. Третья это выгрузка в Стамбуле. Третью мы оставим в покое. Там никаких проблем нет. Доехал, там все проблемы, там все идет нормально. Значит две точки остались. Первая и вторая. Самая проблемная первая. Вот отгрузка, самая под ударом находящаяся. Одесса, Николаев, вот эта инфраструктура вся. Простой ответ. Значит надо на этот ответ России, военный такой ответ. Нужен военный ответ этой стороны, с украинской. Или же со стороны западных союзников, которые поддерживают Украину. На силу нужна сила. Значит нужно прикрыть небо. Так же как прикрыли Киев. Значит нужны петреты. И другие виды противовоздушной и противоракетной обороны. Которые эту тему раз и навсегда закроют. И Россия тогда увидит. Значит бомбежки не дают никакого результата. Раз бомбежки не дают никакого результата. Значит Россия может делать шаг назад. Поэтому это надо делать в оперативном порядке. Не только искать альтернативные пути. Через там Румынию, через там Польшу. Видите уже даже вой подняли. Вроде бы ближе дружественные страны к Украине. По голове с той же Польшей. Что как зерно будет проходить через их территорию. Потому что в сентябре там вот это ценообразование и многое другое. Это говорит о том, что каждая страна думает о себе. Идет война. Но опять же каждая страна думает, как вы видите, о себе. Поэтому нужно правильно построить лечение больного, лечение проблемы. Чтобы никто в результате этого не пострадал. Ни сам больной не пострадал. Ни его родственники, которые с ним в ближайшем окружении. Ни друзья. А что это? Как это можно сделать? Я сказал. Первое. Это надо прикрыть небо. Прикрыв небо. Прикрыв небо. Запад, значит, усиливает дипломатическую составляющую Турции и Организации Объединенных Наций. Потому что в этой сделке, помимо России, помимо Украины, присутствуют Турции и Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций – институт политических импотентов, как я сказал. Она ничего решать не может. Ничего. Совет Безопасности там в России это не пройдет. Значит, единственное, что может сделать Организация Объединенных Наций – проводить сессию Генеральной Ассамблеи. Собрать всех там 140, пускай сделать 160, 170. Да, политически ошельмовать, осудить. Да, они могут это сделать. Единственное, что они могут сделать. Больше ничего. Значит, здесь главная задача – усилить позицию Турции. Переговорщика, да. Турция с Украиной разговаривает. У Турции с Украиной проблем нет. Не Украина бомбит эти порты. Не Украина там минирует эти порты. Украина этим не занимается. Украине нужно вывести свое зерно. Значит, проблема в российской стороне. Но для того, чтобы надавить на российскую сторону, нужно усилить позицию этой стороны. И если позиция этой стороны будет усилена, тогда модератор приходит и говорит, ну, что ты бомбишь, а там толку нет. Они прикрыли эту тему. Ну, значит, возвращайся. Он же до этого возвращался несколько раз. А если этого не будет сделано, тогда у Турции не будет сильной позиции в переговорах. Я имею в виду переговорщика, да. И он, да, рассчитывает на то, что когда они встретятся, они встретятся рано или поздно. Потому что президент Турции встречается регулярно и с президентом России, и с президентом Украины. У него должность такая. И никто ему не может запретить, да, это сделать. Потому что, коль вы выбрали его модератором, он должен встречаться. Так же, как генеральный секретарь, он должен встречаться и с тем, и с другой. И это важный момент, первый момент. Второй момент, который также надо сделать для того, чтобы усилить позицию модератора, позицию Турции. Турция в последнее время, особенно после выборов, вы видите, как он трейфует в сторону Запада. Сделала несколько жестов политических, мощных. Все это видели. И это перед саммитом НАТО было, и на самом саммите. А визит президента Зеленского в Стамбул и результаты этого визита весь мир аплодировал. Весь мир аплодировал. Какую это реакцию и какую изжогу это вызвало в Кремле, так же вы все видели. Давайте нашим зрителям напомним. Мы говорим об освобождении защитников Мариуполя и о разблокировании вступления Швеции в Североатлантический альянс. Помимо этого, заявление о поддержке приема Украины в НАТО, помимо этого, военно-технические контракты сотрудничества между Украиной и Турцией, касательно военных кораблей, касательно танков и других предметов оборота промы. Это же не только один Байрахтар и многое другое. То есть это военно-стратегическое партнерство. Это все произошло в преддверии саммита. На саммите, соответственно, как вы сейчас сказали, и тема Швеции в том числе. То есть это все, и если посмотреть на новый кабинет президента Эрдогана, и вы увидите, что на куличевые посты пришли те, которые были в теневом кабинете. Его теневой кабинет стал его главным кабинетом публичным, публично отошел немножко в теневую. То есть кабинеты никуда не исчезли. Эти все люди, которые там были, включая Муглу, Чавушоглу, многие из них в парламент пошли. Они стали заниматься другой деятельностью, но в рамках его же команды. А вперед пошли, например, на куличевое направление, он усилил англо-саксонское направление. Это самый нынешний Хакам Фидан, нынешний министр иностранных дел. Это бывший начальник разведки, прекрасно владеющий английским языком и западным образованием. И он, посмотрите, каких успехов сегодня Турция уже конкретно на этом направлении имеет. А на его место начальника разведки пришел один из ближайших людей, президент Эрдогана, Ибраим Калым. Я уже не говорю, там в области финансов, в экономическом блоке сидят именно те люди, которые и министр финансов, и представитель Центробанка, это те люди, которые прекрасное образование получили на Западе и очень котируются как финансисты, как экономисты на Западе. То есть президент Эрдоган четко показывает то, что Турция – это часть западного мира, часть экономического западного мира и часть НАТО. И поэтому вот эта тема и Евросоюза вновь поднялась на повестке дня, и Швеция дала как будто бы согласие на поддержку этой инициативы. И то самое главное, вот эта тональность, она как будто бы хорошая, позитивная. Но давайте усиливайте ее. Усиливайте ее, особенно в контексте того, что Турция прошла через землетрясение. Турция нуждается в экономической поддержке. Усиливайте. Вы должны усиливать позицию президента Эрдогана внутри Турции. То есть как союзника западного мира в этой тематике. И вы, усиливая его эту позицию, вы ослабляете позицию России, которая всегда пользовалась этим. Как только какие-то конфликты шли там, вот поэтому С-400 появилось на поверху, появились многие другие тематики. А как только вы же видите, у России и у Турции запазухой по кинжалу. Как только что-то не так, моментально вы видите, вот с темой этого героя Вазова, да, видели, как несколько дней полоскали имя президента Турции все информационные каналы России. То есть они ждут, они просто молчат, сдерживают свой гнев, потому что Кремль сдерживает эту собаку информационную и говорит все, пока команды ФАС нету. Вот была в 2015 году, когда сбили Су-24, да, и моментально полгода эта команда ФАС была. Потом сказали все, сиди тихо, вот тебе мясо, пока сиди молчи. И вот так это и происходит. Но между ними нет уже стратегического партнерства. У Турции с Россией какое стратегическое партнерство? Они 12-13 раз воевали. И у них совершенно разные интересы. Как в районе Черного моря, на Ближнем Востоке, в Ливии, в Южном Кавказе. Везде у них совершенно разные интересы. Это же надо понимать. Но то, что у них сегодня экономическое взаимоотношение есть, и оно увеличилось на фоне вот этих всех геополитических процессов, а это вполне естественно не только в Турции увеличилось. У всех тех, кто находится в этой логистике. Западное направление закрыто. Китайское, восточное, оно работает. Южный Кавказ, это все работает. Естественно, все будут зарабатывать на этом деньги. Кто-нибудь запоминет закон этой планеты. Но другое дело, мы же должны это понимать. Самое главное, чтобы там не было того, что происходит с Киргизией, например. И поэтому Америка официально вводит санкции против той же Киргизии. Против Турции же никто не вводит санкции, я имею в виду в этой тематике. Против Турции ввели санкции из-за С-400. Сейчас, слава богу, эти санкции, как будто уже договорились, будут снимать. Потому что это, ну как это, можно вводить санкции против своего союза. А что же вы не ввели санкции против Греции, которые те же С-300, ну тогда С-300 было, тогда С-400 еще не было, 10 с лишним лет тому назад, купили у России и поставили на боевое дежурство. Они сегодня находятся на боевом дежурстве. Вы, украинцы, ваш президент Зеленский попросил во время этой войны. Греки отказали, Грецию наказали, Грецию наказали по F-16, выгнали из проблемы F-35. Нет, почему с греками так поступили, а с турками так поступили. То есть вот это все вопросы. Поэтому если в этих вопросах тоже будет правильное телодвижение между США и Турцией, между Евросоюзом и Турцией, между Германией, Францией, вот этими странами, старой Европой, если будет понятие, вот стратегическое понимание, да, вот этих всех рисков, если мы на самом деле в одной системе, если мы говорим НАТО, Евросоюз, это все мы так говорим, то, значит, надо усиливать позицию своего союзника, который сегодня у нас в роли модернатора. И тогда он, я встречаю, и тогда он, естественно, на этих переговорах он будет с более уверенных позиций. Вот точно так же, как позиция Украины, да, говорят, Украина должна, переговоры начнутся, когда Украина будет готова их вести. Чтобы Украина готова была их вести, Украина должна усилить позицию Украины, дать ей в руки все оружие, чтобы Украина имела успех на поле боя, и после этого Украина скажет, а теперь можно вести переговоры. Точно так же и в этой ситуации с верновной сделкой. Если вы хотите, чтобы Турция имела бы успех, Турция должна вести там не только как Турция, потому что весовая категория Турции, ее недостаточно, чтобы переломить весовую категорию России. Даже весовой категории Китая, заметьте, по сегодняшней еще не хватает, потому что это ядерная держава, это ядерная держава, это постоянный член и этот постоянный член. Но Россия слабеет, но еще не настолько ослабела, чтобы Китай мог бы уже сильнее давить. Китай ждет ваших успехов на поле боя. Тогда Россия станет более договороспособной. Но сегодня на том уровне, на котором она есть, нужно усиливать позицию Турции. Поэтому, ежели это будет сделано, плюс по первому пункту, что я сказал, однозначно патриотами надо закрыть все небо вот этих портов, но после этого можно будет не сомневаться, что Россия или вернется, или же без России можно будет спокойно продолжать этот контракт. Я как раз об этом, господин Юнус. Сейчас мы понимаем, что Путин очень переживает того, что из-за того, что эта черноморская инициатива может каким-то образом продолжиться без его участия. Это будет показанием слабости. Мы с вами вначале, да, вы правильно сказали, что есть три этапа. Значит, загрузка, маршрут, выгрузка. С первым и третьим мы, получается, разобрались. Однако остается второй. Вот Путин заявил, что все корабли, которые будут двигаться в сторону портов украинских, будут считаться легитимными военными целями. И вот остается еще момент прикрытия и гарантий безопасности для этих суден на их маршруте. Пока что этих гарантий, например, Запад не дает. Как вот эту проблему еще будем решать, если, допустим, Путин будет артачиться и не соглашаться вернуться непосредственно в эту инициативу? Возвращаемся к больному, которого мы режем. Нельзя сразу с середины начинать. Сначала надо дать анестезию. Правильно? Там же процедура есть. А после этого находится непосредственная операция. А после этого зашивают и потом все закрывают. Все пункты. Так же и здесь. Один, два, три. Вы сейчас сказали, один, три решен, как будто бы, да? Во-первых, первый пункт не решен. Нет, не решен. Мы их разобрали. Я полностью согласен. Но они же не решены. Потому что, однозначно, второй пункт напрямую связан и с первым, и с третьим. Потому что, если ты закроешь первый пункт, тогда тема конвоя выйдет на поверхность. Нельзя конвоировать, пока идет бомбежка портов. И нельзя говорить о том, что это будет выгрузка в третьем порту, потому что до Стамбула не доедет. Значит, нельзя сегодня говорить, я буду обеспечивать. Ну, ты будешь обеспечивать, что он будет бомбить порты. Он не будет бомбиться твои корабли. Он будет бомбить там. Он не будет бомбить турецкие корабли. Можете на эту тему не сомневаться. Он на это никогда не пойдет. Тушка не хватит, потому что это единственная конфронтация с Турцией. Сегодня два человека, с кем он не хотел бы ссориться, это президент Турции и лидер Китая. Однозначно, потому что это единственные два выхода жизненно важные для России. Он на это не пойдет. Поэтому он бомбит именно эти порты, чтобы сделать невозможным конвоирование турецкими военными кораблями этого зерна. То есть они не выйдут оттуда. Поэтому сначала решите А, потом говорите про Б, а потом будем говорить про С.